Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у меня день рождения. Я снимаю это видео в тот день, когда у меня день рождения. Но выйдет оно, это видео, чуть позже. Я просто заранее хочу снять, потому что вдруг кто-то будет спрашивать. Ну и вообще идея у меня... Причесочку хочу себе на днюху сделать. Что-нибудь интересненькое. День рождения. Какие-то плетения, что-нибудь, короче, придумать веселое. Но так как хвостик на голове, это потому что бассейн у нас там будет. То есть все равно я вечером буду расплетаться и все равно буду купаться. Поэтому я не стала мыть голову, делать ее свежей. Тем более со свежей головой хвост, короче, не очень люблю. Я просто сейчас буду воспользоваться сухим шампунем, поднимать высокий хвост и будем с вами что-то наверчивать. Сейчас уже приехал курьер, мне там посылочку надо забрать. Сейчас я вам быстро скажу, что навеяло. То есть я до конца не понимала сначала, что я буду делать. У меня другая немного прическа должна была быть. Но так как энергии нет, надо что-то быстренькое сделать. У меня появилась другая идея, более простая. И идею этим мне навеяли вот такие косички, которые не так давно я заказывала на Joom. Я, если что, ссылочку оставлю под видео на них. Я заказала две, ну как бы не стала одну заказывать, потому что знаю, что она будет маленькая. Но заказала две такие на резиночке они. И здесь вот косички, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, десять. Они реально хорошие, качественные, длинные, красивые, да? Вот сделаны вот так на резинках. Когда я померила, хотела поднять хвост высокий, померила вот так. Они, ну как бы жидковатые. Надо еще, еще что-то придумать. В общем, сейчас будем импровизировать с вами полностью. Но идея того, что на резиночке вот эти вот косички, добавила мне идею, помните, у меня как-то были, кто не смотрел видео мое, это я делала себе такие, как мне, дреды, наверное, нет, не дреды называются, а, ой, забыла, как называются, косички делаешь по волосам и вот такие зизи прикрепляешь. Посмотрите, очень интересная вообще ходила, мне очень нравилась. Вот такие зизи прикрепляешь. Но так как это долго делать, да, ну то есть время потратить, у меня идея пришла такая, что я взяла резиночку вот такую обычную, вот она, и таким же образом просто нацепила на нее эти все зизи. Я хочу все равно поднимать хвост, да, то есть я как бы сделала резинку с зизями, да, это под мой цвет волос, вот так примерно идет. И, может быть, к этим зизям мы добавим еще в хвост вот такие красивые, как бы, ленты, да. Посмотрим, как это будет смотреться, может и ничего не будем даже добавлять. Сейчас я буду импровизировать и смотреть. Здесь я не знаю, сколько штук, наверное, пачку целую я сюда сделала, еще можно что-то добавить, ну, чтобы она тянулась, в общем. Достаточно такой густой хвостик, нормальный, я думаю. У меня еще их много, этих зизи. В общем, что мы будем делать? Сейчас я беру сухой шампунь, буду воспользоваться вот этим сухим шампунем, экстра свежесть, год ту би, сухой шампунь, фреш, вот. И первым делом я все смски, звонки летят, ну, потому что вы поняли же, да. Освежаю волосы. Эй, что ты делаешь? Да, волосы освежают. Да, да. Все равно их вихра мыть не люблю, мы лишний раз голову, поэтому такое способ. Да, 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 мама. Это для того, чтобы, когда мы поднимаем хвостик, чтобы он все-таки не был такой облизанный, знаете, какой-то. И не жирнилась голова прям на солнце. Чтобы видно было, что она как бы, ну, чистая. И сразу. Ой, у меня сейчас может сработать сигнализация от запаха, от этого, представляете? Иногда лаком вот так попшикает, у меня там херакс и все, и отключается эта газовая тема. Так, все, дадим сейчас высохнуть, распушим и будем собирать хвост. У меня, кстати, для собирания хвоста тоже прикольная штука есть. Так, все, пока я получила посылочку свою, у меня уже немножечко, вот, волосы стали лучше. Поднимаем теперь высокий хвост. У меня, кстати, вот такая штучка новая появилась, тоже заказала на Джум. Чтобы, когда ты поднимешь высокий хвост, без петухов, без всего, аккуратно вот так завернуть и зажать вот этой вот штукой. Чем когда мы перебираем вот так и появляются петухи. Я думаю, любая девочка понимает, о чем я говорю. Итак, теперь я поднимаю высокий хвост. Можно было бы сделать что-то интересное, косички вплести вот так в хвост. Но, опять же, это долго, я решила этого не делать, просто поднять хвост. Упрощаю задачу. Долго ли, коротко ли, собрали вот хвост. И вот я сейчас держу хвост без петухов. Кстати, я еще думала покраситься, но, видите, решила не краситься. Ну, лень. В общем, беру крючочек вот сюда, ставлю, вот, и обматываю вот так вот волосы. Пока они, как следует, вот, не затянется хвостик. И так же крючком. Оп. Все. Что, солнышко? Я из хвоста делаю вот такие вот косички, можно большие, да? И как бы они выходят вот в ленточку эту. Это я беру вот так вот. Раз. Одну. Два. Вторую. Так их скрещиваю, чтобы получилось. Три. Да? И все. И вплетаю их в хвост. Можно покрупнее брать, можно поменьше. Делим на три. Раз. Можно вообще еще попроще сделать. Даже. Сделала вот так вот петелечку здесь. Ну, обычную. Вы поняли, да? Как она делается. И здесь у меня много их. Мы можем так же это. Вот так, смотрите. Раз. Вешаем на хвост наш. Ну, чтобы еще больше упростить, чтобы не вплетать, да? Мы можем прям отсюда. Будь здоров. Мы можем прям отсюда брать. Три штучки, например. И часть волосиков. Вот так вот. Раз. Все. Разделить их, чтобы в каждой была прядка. Плести косичку. Ой, получится даже, по-моему, еще лучше, чем я планировала. Так, все. Можно бросать здесь. Берем следующую. Они прям сливаются с общей длиной. Я сейчас отделала этот круг сюда и заплела из него, из своих волос, вот так вот косички. Вот сейчас что получается. Но мне не хватает объемчика какого-то на голове. Мне прям хочется вот так вот как-то поднять это все дело, чтобы было. Поэтому я думаю, что я возьму сейчас. Так, вот эти вот вроде хорошие. Какие-то менее хорошие. Вот прям вот так хочется что-то поднять. Вот прям как-то так. Первое, что приходит мне в голову, это взять вот так вот здесь. Вот так, к примеру, да? И прям пройтись вот так, взять часть и прям пройтись под волосами. Он получается сразу высокий. Да? И закрутить его туда. Так, уже лучше, да? С хвостом наверху. Так, единственное, что мне не нравится вот здесь вот торчубесы из моего. О, они такие какие-то непонятные торчубесы. И можно тогда попробовать засунуть вот это сюда. Только вот так засунуть. А это все высунуть. Одну вот так вот раз этого здесь. Прячем куда-нибудь ее там, засовываем, завязываем. Так, и сверху ее надо такую же сделать, красивенькую. Чтобы она как-то вот здесь сверху торчала. Одеваю вот так, с этой стороны. Вы! Вы! Вот так назад бросаем. О, что-то интересное, по-моему, получается. Короче, заплетаем туда-назад и их как-то все сворачиваем. По-моему, уже ничего вот так, да? Получается, сейчас накраситься надо соответствующе. Все импровизация живая. Я все отдельные, которые я сделала, косички, все их вплела в цветное. Что-то так более-менее интересно они смотрятся и не выбиваются из общей массы. Вот, смотрите. Такой получился у меня хвост. Веселый, да? И, в принципе, со всех сторон смотрится неплохо. Конечно, хорошо бы вот здесь было бы чем-нибудь цветным заприкалывать, что-нибудь, да? Что-нибудь сделать здесь. И пока я делала, у меня немножко опал вот так хвост. И я думаю, что же делать, что же делать. Я решила взять вторую вот такую резиночку. И просто из-под низу сейчас я вот так вот возьму, да? И прям защемлю так, как мне нужно. Чтобы было. По плотности. Вот так прям раз. Потому что хочется хвост этот чувствовать на голове. У меня, конечно, башка будет болеть очень сильно. Так я и предполагаю. Ну, зато может красивые фоточки будут. Вот так вот. Оп. Оп. Все. Вот теперь я четко его чувствую. Вот такой вот получился хвостик. Вот. Осталось накраситься. Одеть соответствующий наряд. И будет, по-моему, очень даже ничего. Вернусь к вам на крашеное. В общем, мои хорошие, я накрасилась. Но у меня нет времени красить ресницы. Поэтому сейчас я уже беру с собой все это. И я не могу найти помаду. В общем, я вам в конце покажу весь этот образ уже где-нибудь там. А сейчас я убегаю. Мои хорошие, я пришла уже с мероприятия. Вот я накрасилась. У меня были фиолетовые тени. У меня Кристина тут напшикала мне что-то фиолетовое. И у меня, смотрите, под вечер распустились мои фиолетовые вот эти вот все красотушки, которые были вот здесь вот вплетены. В принципе, вы поняли, да, смысл вот прически, как я ее сделала. Вот. И можно, конечно, если запариться, сделать ее намного аккуратнее. И это видели, как я сделала быстро. Понимаете? В этом ее прикол. Можно было взять еще обыкновенные мелки. И тоже вот здесь все намелить. Да, то есть на... Отличная вообще прическа, мне кажется. И я вот прям везде, где снимала... Я еще в купальнике не сняла купальник. Везде, где я снимала, на фотках, прям было очень красиво. Очень классно. Я прям довольна, что я ее сделала. Конечно, с хвостиком тяжело вот так вот ходить все время. И я его сейчас, естественно, распущу. Вот. Ну, в целом, вот такая получилась у меня прическа. Пишите, как вам понравилось. Как вам идея. Мне кажется, для вот... Отличная идея. Я и плавала с ними, и все. Единственное, что... Ну, как бы, да, если до идеала довести, то вот здесь, конечно, когда ты вплетаешь, вот своя коса выходит, да, оно немножко в разные стороны вот это вот все торчит. И, конечно, нужно довести до ума. И либо вот мы берем, да, вот так две прядочки и просто заплетаем косички назад. То есть я сейчас могу опять снова сделать красивенько. Оно как бы будет все вот скрыто в этом цвете, да. И уже очень красивенько лежит совсем по-другому. Они просто расплелись, и я же их никак не... Я их никак не фиксировала, поэтому они все расплелись. Но в целом я вот такая была яркая звезда. В общем, жду ваши комментарии. Как вам моя идея прически? В общем, у меня есть еще много идей более таких, чтобы, знаете, прям встать, заморочиться и сделать красиво. И обязательно вам о них расскажу. Все, я люблю вас, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok